Как отменить закон про люстрацию? Верните профессионалов. Это тоже было в нашей программе. Я считаю, что нужно возвращать людей, которые еще захотят вернуться на государевую службу. Я вам могу сказать, после того, как из этого бега выпадаешь, по себе вам скажу. То есть, когда смотришь на эти процессы со стороны, не очень сильно хочется в них возвращаться. Я понимаю и видел многих тех, кто был иллюстрирован, и когда я им говорил, ребята, мы обязательно отменим закон о люстрации, вы вернетесь, вместе будем поднимать страну. Они говорили, в мундир, назад нет. Потому что все понимают, что это в первую очередь не новые представители, которые ратуют за свои премии и зарплаты. Это служение людям. То есть, не могут несамостоятельные люди или люди, нуждающиеся, управлять государством. Это миссия. Это, наверное, общественная нагрузка. Это время, которое тот или иной человек может подарить своим землякам, своему окружению, своей стране во имя будущего, в первую очередь, и своих детей. Вы знаете, нельзя быть благополучным в неблагополучной стране. У меня недавно сидел мой бывший коллега, народный депутат, да, он пришел на эфир. И, ну, просто с ужасом, да, я увидел, он говорил с женой, уже нет, на повороте на Новопечерские липки, это один из самых дорогих районов в городе Киеве. В 6 часов вечера рукояткой пистолета разбили стекло, забрали сумку из машины. Люди, которые выскочили из соседних машин, в их сторону был открыт огонь, и грабитель скрылся. Ну, вот нельзя даже, вот насколько бы он не был благополучным, или его жена, если вокруг процветает бандитизм, если есть неблагополучие в семьях, которые вынуждают людей идти на преступления, ты не можешь быть счастлив и жить в безопасности, и не могут жить дети. Вот ради этого стоит заниматься политикой и что-то попытаться изменить в стране.